Здравствуйте, друзья! Я Андрей Соловьев. Если окинуть взглядом современный рынок Android-планшетов, несложно заметить, что он практически близок к насыщению. Огромное количество 7-8-10-дюймовых устройств на любой вкус и кошелек ждут вас на полках магазинов. Однако выбрать из такого многообразия порой бывает очень непросто. Причем, если говорить о самых крупных устройствах с диагональю экрана в 10 дюймов, то здесь можно выделить, пожалуй, два основных типа. Один имеет вытянутый тип матрицы 16 к 10, а второй практически квадратный. Экран 4 к 3, так же, как на планшетах от Apple. Причем поклонники есть как у одного, так и у второго решения. Ну а для того, чтобы выделиться в череде, в общем-то, похожих друг на друга устройств, различные производители пытаются выделиться либо дизайном, либо материалами корпуса, либо ценой или техническими характеристиками. Оба устройства, о которых я хотел бы поговорить сегодня, относятся к первому и ко второму типу 10-дюймовых планшетов и выпускаются к компании Supra, которую как-то мы до недавнего времени обделяли своим вниманием. Это модели M943 и M127G, относящиеся к среднему ценовому сегменту стоимостью около 10 тысяч рублей. Аппараты разнятся и форм-фактором, и начинками, и даже материалами корпуса. Например, M943 при экране соотношением сторон 4 к 3 выполнен из алюминия. Из него сделана вся задняя панель устройства, за исключением боковых граней, на которых расположены разъемы. Если быть точным, то все элементы сосредоточились только с одной стороны, а именно справа. Если смотреть сверху вниз, то сначала идет кнопка включения, далее идет клавиша блокировки поворота экрана, а еще ниже отверстие для софт-ресет, например, если планшет зависнет. Далее под длинной изогнутой крышкой располагаются еще несколько разъемов, и верхний из них это слот для установки карточек microSD емкостью до 32 гигабайтов, которыми можно расширить те 16 гигабайтов, которые уже имеются на борту. Далее следует разъем mini HDMI. Кстати, согласно спецификации, он поддерживает вывод изображения на телевизор вплоть до формата Ultra HD, ну или 4К. Ниже располагается microUSB-слот, предназначенный как для подключения самого планшета к компьютеру, так и подключения к планшету различных накопителей или 3G-модемов с помощью идущего в комплекте OTG-кабеля. Кстати, стоит отметить, что аппарат от компьютера через USB хоть и заряжается, но делает это медленно и печально. Либо нужно использовать специальный сетевой адаптер с USB-кабелем и током не меньше 1 А. Разработчики же поступили несколько иначе. В комплекте идет специальный блок питания и свой разъем для зарядки. Еще ниже находится разъем для подключения наушников, а следом идет встроенный микрофон. Причем все это находится именно на правой части устройства, а левый торец является только декоративной накладкой. К сожалению, слота для установки SIM-карты, а значит и встроенного 3G-модема, аппарат не имеет. Также странно, что при таком обилии элементов управления здесь нет аппаратного управления громкостью, а значит, что делать потише или погромче можно лишь с клавишами с экрана, что не всегда удобно. Что касается корпуса, то он не слишком тонкий и весьма увесистый. Устройство имеет в толщину 1 см и весят 625 граммов, в том числе и благодаря достаточно емкому аккумулятору на 7800 мАч, который обеспечивает до 10 часов автономной работы. Что касается экрана, то он хоть и является компромиссным с точки зрения разрешения, здесь это знакомые нам 1024 на 768 точек, зато отличается великолепными углами обзора и качественной картинкой. Это достигается за счет использования IPS-матрицы, благодаря которой картинка отлично смотрится практически с любого, даже горизонтального ракурса. Этот факт заставляет почти смириться с не слишком высокой детализацией, впрочем, стоял бы здесь экран в два раза большего разрешения и цена аппарата сразу бы скакнула вверх процентов на 25-30. Я знаю, что многие не готовы переплачивать за такую картинку, так что в целом считаю, что выбор экрана оправдан. Аппарат оснащается двумя камерами, основной 5-мегапиксельный и фронтальный с разрешением в 1,3 мегапикселя. Причем интерфейс приложения камер довольно существенно отличается от стандартного на Android 4.1 и, надо сказать, в лучшую сторону. Например, здесь добавлена возможность скоростной серийной съемки с частотой в 10 кадров в секунду. Реализовано все довольно необычно. Одно нажатие на клавишу спуска выстреливает целую серию, которая затем выводится на экран. И можно выбрать любой понравившийся кадр, либо сохранить все, либо все удалить, если ничего неинтересно. Еще одной интересной фишкой камеры является наличие 10 предустановленных фильтров а-ля Instagram, позволяющих на лету поиздеваться над получаемым изображением. В принципе, очень здорово, за исключением одного. Само качество снимков находится на весьма среднем уровне. В режиме видеосъемки камера способна записывать с разрешением 720p и в тот же момент делать полноразмерные 5-мегапиксельные фотографии. Тоже довольно редкая опция, которую нечасто встретишь даже на флагманских устройствах других производителей. Видно, что над этим пунктом в Supra поработали основательно. Что же касается самого интерфейса, то здесь разработчики практически не стали вмешиваться в стандартный Android 4.1.1 с возможностью обновления по воздуху. Если он вам покажется скучноват, то операционка от Google, как никакая другая, позволяет навернуть в систему все, что душе угодно. Переходим к аппаратной начинке, и здесь нас ждет весьма редкий гость. Дело в том, что 943-я модель работает на базе четырехъядерного процессора Allwinner A31 Cortex-A7, работающего на частоте в 1 ГГц. Чипсет этот необычен еще и тем, что работает в связке с мощным двухъядерным графическим сопроцессором PowerVR SGX544MP от Imagination Technologies. Но прежде чем мы перейдем к тестам, я бы хотел обратиться к следующему устройству. Это Supra M127G. Аппарат тоже оснащается 10-дюймовой матрицей, но в отличие от предыдущей модели, эта матрица вытянутая и имеет соотношение сторон 16 к 10. И хотя здесь корпус полностью выполнен из пластика, он не лишен некой изюминки, я бы даже сказал дизайнерской фишке. Дело в том, что в профиль он имеет каплевидную форму, впервые примененную на планшете Sony Tablet S. Однако, если там наплыв начинался от верхней грани и заканчивался на полдороги, то здесь корпус плавно перетекает, а толстый граник тонкий. Благодаря этому планшет очень удобно держать в руках. Пальцы правой руки как раз попадают на клавиши управления громкостью, а окошко основной 5-мегапиксельной камеры никогда не будет тереться об стол, потому что между ним и поверхностью всегда остается воздушный зазор около 2 мм. Разъем для подключения наушников и клавиши включения совершенно симметрично разнесены по сторонам, а верхний торец отдан под разъем microUSB для синхронизации и зарядки, решетки стереодинамиков, а также слот для установки сим-карты. В отличие от 943 модели аппарат выглядит несколько массивнее, все-таки сказывается широкоформатная матрица и чуть-чуть другой корпус. Также он может заряжаться от USB-порта и оснащается встроенным высококачественным модемом от Huawei. С другой стороны здесь уже нет HDMI-выхода и слота microSD, так что 16 гигабайтов встроенной памяти придется расширять только с помощью виртуальных облачных сервисов. Экран имеет стандартное для такой диагонали разрешение 1280 на 800 точек и похоже здесь используется тот же самый тип IPS-матрицы, потому что картинка выглядит не менее здорово. Здесь разрешение смущает уже не так сильно. В конце концов плотность точек в 149 против 131 пикселя на дюйм смотрится гораздо симпатичнее. Плюс к этому я лично знаю несколько человек, которых вообще не видит никакой разницы в разрешении, и сравнивая картинку на втором и четвертом iPad вообще не понимали какой экран лучше. Так что восприятие штука сугубо индивидуальное. Окей, едем дальше. 127 модель оснащается двумя камерами основной 5 мегапиксельной и фронтальной с разрешением 2 мегапикселя. К сожалению, приложение для съемки здесь уже не особое, а совершенно стандартное то, что ставит Google по умолчанию. Так что все эти красоты в виде серийной съемки или дополнительных сюжетов для Инстаграма здесь недоступны. Почему, я не знаю. Добрались до аппаратной начинки. И здесь, в отличие от четырехъядерного Allwinner на 943 модели, установлен двухъядерный процессор BoxChip RK3066, работающий на более высокой частоте в 1,6 ГГц. Плюс к этому, в качестве графической подсистемы здесь используется проверенный временем Mali-400. И мне не терпится посмотреть, какая связка покажет лучшие результаты. Итак, запускаем синтетический тест Antutu. И 943 финиширует с отметкой в 11 270 попугачек, тогда как 127G показывает результат в 10 382. И с небольшим перевесом, в почти 900 очков, выигрывает Allwinner. А как дела обстоят в играх? Давайте попробуем на примере Epic Citadel в режиме бенчмарка High Performance. Ну что ж, финиширует аппараты практически одновременно. И что же мы видим? На 127G FPS 40,5, тогда как на 943 47,6. Разница примерно в 7 кадров в секунду. Оказывается, быстрее связка Allwinner и PowerVR. Возможно, из-за того, что само разрешение экрана здесь все-таки чуть-чуть поменьше. Впрочем, стоит отметить, что детальный рендер виртуального замка и в первом, и во втором случае двигался очень плавно. Ну что ж, подведем итоги. На мой взгляд, для игр лучше всего подойдет M943, в том числе из-за наличия HDMI-выхода, да и камера у него слегка интереснее. Однако для использования планшета вне дома, да и просмотра фильмов тоже, я выбрал бы 127G. В том числе из-за удобного корпуса и широкого дисплея, но главное из-за встроенного 3G и возможности выхода в интернет через сим-карту. И пусть он стоит примерно на 2000 рублей больше и уступает в синтетических тестах, для работы с интернетом и проверки электронной почты есть совсем другие резоны. В конце концов, каждый выбирает то, что ему больше по вкусу. Главное, чтобы было из чего выбирать, а новый гаджет радовал безотказной работой. На этом у меня все. Всего доброго. До свидания.